Сегодня в законодательном собрании Кировской области состоялась презентация достижений Пижанского района. А на самом пленарном заседании было рассмотрено более 35 вопросов. Некоторые из них накануне вызвали жаркие споры. Так, на заседании Комитета по законодательству вспыхнула дискуссия вокруг поправок в закон о местном самоуправлении. Главное, что не устраивает парламентарии в законопроекте, это остающиеся двоевластия в районах области. Подробности у Андрея Дозорцева. Данным законопроектом вносятся изменения, определяющие перечень вопросов местного значения сельских поселений. Представление депутатам изменений в закон о местном самоуправлении заняло гораздо меньше времени, чем дискуссия по его итогам. Первым же замечанием стал тот факт, что в предлагаемых поправках, которые безусловно важны, не затронуты другие острые вопросы. А главы опять остаются из числа депутатов избираться? Мы посоветовали с главами, оставили вот этим законом, которым мы принимаем с вами сегодня, все как есть. Оставить все как есть, это значит избирать глав муниципалитетов из числа депутатов местными думами. Кроме того, оставить две должности руководителей в районах, главы и главы администрации. По этим положениям депутаты высказывались неоднократно негативно. Получилось, что их мнение в документе не учли. Почему вы за спиной депутатов, которые представляет народ, вы решаете судьбу региона? Вопрос с так называемым двоевластием в районах наболевший. Как говорят депутаты, два руководителя – это и конфликты между ними, и перекладывание ответственности друг на друга. Кроме того, дополнительный глава – это дополнительные траты из бюджета. Будет экономия, причем не маленькая экономия. И считали, по-моему, чуть не 200 миллионов экономия, у нас цифра, по-моему, звучала. Это за пять лишь. Николай Коев готов поспорить с депутатами. Он утверждает, при объединении двух должностей никакой экономии не будет, потому что в этом случае у главы появится первый заместитель. Когда с 2001 года я был главой бюджетского района, у меня был первый зам и четыре заместителя. Если я уходил в отпуск, заболевал, мою должность занимал, первый заместитель. А вы не заместитель? Нет. Коллеги, коллеги, не один из заместителей, еще раз подчеркиваю, а это же была система работы, я в ней работал, коллеги. Если вы так работали, это не факт, что это правильно. Хуже делать не будет, это точно. Вот хуже точно не будет. Но то, что мы сэкономим порядка 40-50 миллионов в год, вот это факт. Точку в спорах, по словам представителей регионального правительства, должны поставить те, кого изменения касаются в первую очередь муниципальные депутаты. Опросить и провести думы на местах с тем, чтобы депутаты на месте определились, а как нужно в районе работать. Мое предложение на самом деле поддержать Николая Петровича и дать возможность подготовить законопроект о выборах в органы местного самоуправления. Отдельный закон о выборах глав парламентариям правительство предлагает принять в следующем году после обсуждений, а пока оставить все как есть и утвердить предлагаемые изменения. Однако депутаты с таким подходом не согласны. Что будет в 2015 году, никто ничего не знает. Сейчас проблема есть, и сейчас надо ее решать. А этим законом мы проблему не решаем. Опасности, вас, я понять не могу. Что, замылят, заболтают, не в них внесут? Не замылят, заболтают, я вам сейчас только сказал. Так выборы-то будут в марте 2016 года. Выход из ситуации на заседании комитета депутаты все-таки нашли. Было принято решение рекомендовать пленарному заседанию принятие законопроекта пока только в первом чтении, а ко второму подготовить ряд поправок и еще раз узнать позицию муниципальных депутатов. Андрей Дозорцев, Владимир Подлевских, Вести, Кировская область.